Добрый день! Вы на канале Добрые Сердца Казахстана. Меня зовут Виктория. За кадром, как обычно, Алексей. Сегодня к нам обратился Савитхан. Это житель нашего города. Он инвалид по зрению и просит помощи. Давайте пойдем познакомимся с ним. Он уже приехал к нам. Добрый день! Вы Савитхан? Здравствуйте! Здравствуйте! Меня зовут Виктория. Рядом с одной Алексей. Мы из комнат Добрые Сердца Казахстана. Здравствуйте! Давайте пройдем вот просто менее шумно, чтобы поговорить там с вами. Один сопровождающий. У нас три человека, а один сопровождающий. Один сопровождающий. Но сегодня утром она вас довезла, да, до больницы? Сопроводила, а потом... Да, который будет гораздо серьезно. Поволезло. Поволезло. Дорогие шумно. Кондуктор меня провожала сюда. Кондуктор провожала? А до остановки от больницы, до остановки вы как добрались? Вам кто-то помог в руках? Да, помогу. Просите помощи, да, у людей, чтобы... Да. Вы еще в больнице? Ну, я боюсь. Три года здесь. Три года? Да. Полностью зрения сразу потеряли или как? Да, да, да. Здесь операцию сделала полностью потерял. А операцию одну делали? Нет, три раза. Три раза. Здесь у нас в Искаминогорске? Да. Вот это облокная больница. И никаких результатов? Нет, они говорят, на глаукома. Глаукома, естественно, заболевание. Она тяжелая, опять же ничего не сделаем. Вот это? Да, 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 да. Саветхан, это инвалид по зрению, вот, есть справка об инвалидности и удостоверение. Саветхану 63 года, и он обратился к нам за помощью. Скажите, Саветхан... Олжабаев Рамазанович. Да. Олжабаев Саветхан Рамазанович. Скажите, пожалуйста, давно вы потеряли зрение? Ну, уже 11 год уже, когда первый апреля... А, первый здесь попался, первый апреля, потом второй, и потом третий, и четвертый просто на давление, на глаукома. То есть у вас постепенно, да, зрение пропадало? Да, 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 постепенно, постепенно потерял. Это на протяжении 11 лет вы уже как бы теряли, теряли, и вот последние... Последние, вот, недавно, три года уже прошло. Три года вы уже вообще ничего не видите, да? Да, да, да. У вас глаукома еще? Да, глаукома еще, катаракта была. Еще катаракта была. Какие вы провели мероприятия, что делали, операции, может быть? У меня первая пленка была, пленку я сделал, потом катарак попался, и два раза крусталик она сделал. Крусталик я делал, да? И потом, да, еще потом потирал вот этот глаз. И потом второй глаз на глаукома попал. И тоже говорят катарак, и потом нет ни катарак, на глаукома. От давления, говорят. Надо лечить, 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 лечить. И потом сказал, что тебе можно операцию сделать, только от давления постановиться. А потом они и сделали, на давление постановиться. Все равно давление поднимать. А ничего не было. Когда глаз чуть-чуть видели, и потом после вот этой операции... Вам делали операцию бесплатно? Ну, потом я надевался к имени, третий я надевался, а так. Потом второй, и потом последний, вот эти ножи не надо. Но это все было бесплатно, да? Да, когда глаза видели, я платил. А, когда глаза, когда инвалидность получили уже тогда, да? Да, да, да. А когда глаза видели, когда я сама платил. Скажите, вы здесь, да, операции делали? Да, вот это областной больнице. Первый, Тамара была, потом Голку. Слышал такого мужика, хороший, здоровый. Мы с глазами не болеем, поэтому... Да, 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 я так вот слышал. Вот этот парень меня сделал, хорошо было. А потом он, пенсия вышли. И потом другой, другой приехали, другой тупый тоже был. Он тоже хорошо был. А сейчас я где она, я не знаю, глаза не видите, сейчас я... То есть, а в чем ваша просьба в данный момент? Да, что вы хотите попросить? Ну, вот я хотела, в данный момент, я на Ясвичкин надо идти. К Крусталик почистить надо меня. Если Крусталик, они сказали Крусталик. Они сами сделал, когда я туда ходил, на Ясвичкин. В Новосибирске? Я, когда я туда ходил. Потом здесь уже все было, потом я сам туда ходил. Они говорят, без направления, без ничего, сам если хочешь, сам иди. Ну, потом я туда ходил. Потом они тоже сделал, нормально было. А потом уже перестали вообще тоже. Надо, они говорят, еще надо Крусталик почистить надо. То есть, вам нужны деньги на операцию, чтобы почистить Крусталик в глазу? Правильно? Понимаем вас. Не операция, Крусталик они будут почистить. Сколько эта операция стоит? Да, сколько эта операция стоит? Да, я не знаю, наши деньги 250, она сказала. 250 тысяч рублей? Да, да. Рублей или тенге? Не знаю, она так говорила. Наши деньги 250. Она так сказала 250. А сказал кто? Больницы Новосибирска вам сказали? Ну, больницы Новосибирска говорят рубля. Да, и они дают справки. Вам справку давали, что они готовы взять вас на операцию? Да, или вам нужны деньги? Нет, они там, у меня там записано, там у меня есть еще. Зарегистрированы? Да, там у меня операция сделала, они там стоят. То есть, вам Крусталик, наверное, там ставили, в Новосибирске, поэтому они и предоставляют чистку, вот эту саму процедуру чистку Крусталика. И вот Саветхан просит помощи, сбор денежных средств на операцию, кто может помочь, пожалуйста, давайте поможем. Человек очень важное зрение, возраст не совсем старый, жить хочется всем нам и видеть хочется тоже всем. Давление у вас, я понимаю, что не пропало, да, до сих пор скачет давление в глазах, глазное давление. Сейчас Саветхан приехал к нам из больницы. То есть он в больнице утром был. А вы живете один, да, Саветхан? Да, один живем. Ну, есть человек, который вам помогает, да, я так понимаю? Да, который сопровождающий, да, сопровождающий, еще у меня ворка делает, что-нибудь готовит, они ухаживают, да, ухаживают такой, да, есть, я честно говорю, есть люди, они помогают, они когда, да, надо, они звонят, приезжают, продукты всегда, мы утром, они хлеб, что-нибудь, они привезут. И пенсию вы по инвалидности, да, получаете? Да, 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 инвалидности. Все, мы вас услышали, друзья, давайте поможем Саветхану собрать на операцию деньги и почистить хрусталик, чтобы немножко хотя бы видеть. Да, может быть, предприниматели какие-то отзовутся, кто сможет оплатить. Да, может быть, кто-то хочет помочь и поучаствовать в помощи Саветхану, будем безумно благодарны. Всем хорошего дня, не болейте, до свидания. Да, у нас в больнице предложили, да, операцию, что давление нормализуется, будет лучше, да? Да, а потом плохо стало больше. То есть зрение совсем исчезло, да? Да, да. Так немного видели, чуть-чуть? Тогда я виделись, чуть-чуть, я сама ходил. Да, после операции еще хуже, все зрение потерялось. Саветхана проводим на остановку, так как ему нужно еще попасть в больницу на прием к врачу, после обеда сказали приехать. Пойдемте, Саветхан. Проводим на остановку. Спасибо вам. Страшно вам было? Да, я, каждый шаг я упал, когда. Голова крутит, я упал. Сколько раз, потом потихоньку, потихоньку, потрос, у меня потом отдали они. И потрос, так, 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 я ходил, и пошел. Привыкались немного? Сейчас дома, конечно, тяжелый. Каждый день один сидишь, ничего нет. Ни с кем не поговорить, да? Да, кто, кому придет, никто не придет. Друзья не приходят? Нет, они, когда была, когда глаза выглядели, все друзья у меня были. Ага. А сейчас нет нигде. В какой момент нет нигде? Я отсюда приехал, в Зайсан, в город Зайсан. Угу, вы там жили, да? Да. У меня отец и мама, и все, там похоронили, там. Нет близких, да? Да. А дети? Детей нету, я здесь вообще не жениться. Усюня, жена, да. Ну, я когда армия служил, в Москве, когда отец умер, потом науку. Кстати, пожалуйста. Да, тяжело, да, мне так. Работник приходит сколько раз в неделю? Ну, на неделе два раза. Два раза приходит убраться, готовить, просто что-то, да? Да, да. А, правда, тут хлеб каждый день, свежий принесут. Угу. Конечно, если хлеб, свежий каждый день, надо. А я много хлеб возьмешь потом, а что? 55. 65 тысяч, еще и 5 тысяч капли стоит. Да. От давления. Государство не выделяет капли. Там, себе, надо платить. Телевизор, телевизор тоже не работает, не показывает. Радио была, радио была тоже, сломался, что-то, не знаю, она тут, что-то, антенны не держит, я не знаю. Здесь, на отделе прошло, а телевизор старый какая-то. Она старый, телевизор. А, антенны не держит, я не знаю, больше не показывает. А, меня внушает, меня внушает. Ждем автобус, Саветхан едет на ТМК в больницу, поэтому шестерку сейчас готовимся и проводим. У Саветхана есть часы, говорящие время. Это очень важно для человека, чтобы знать, какое время суток. И батарейка у него села. Сейчас проводим на другую сторону, на другой автобус, на себя, чтобы купились батарейки и часы. Сюда приехали, выросли сами. И приехали, вот, солнечная ферма, знаешь? На солнечном, да? Да, там хозяйственная ферма была. И вот там дойка, корова, пастухи. Пастухом работали? Да. Пастухи работали. Потом время все-чуть потирали, потом не хотели, другое работало. Потом сказали, не надо тебе работать, жорко, вообще. Нас прям на грамм вообще не поднимали. А потом все-чуть потирали. Это изуверение, да, сказали, чтобы тяжесть не поднимать? Да, да. Не надо, говоришь, не работать, да, да, да. А потом я боялся, боялся, потом так все равно здесь потирал. Ну, вы тогда перестали работать? Да. Ну, далеко я не видел, поближе вижу, а далеко они... У нас, они что, куда-то уезжаете, потом потираешь, потом на кулак. Ответственность. Да, договорим, да, отряд. У вас была любовь в жизни? Или вы женаты были? Нет, я вообще не был. Ни разу не был? Нет, 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 нет. Не было вообще. И в молодости не было такого, что вместе? Ну, так было. Когда был, молодая мама, она же сам и была. А потом сюда приехал, я, когда мама была живой, потом мама в нем, потом я остался, потом, а что я там буду жить, работать надо было. А мама, когда смотрел, я смотрел, потом мама тоже на давление, сердце остановился, и все. А потом я все. Работали пока? Да, а что теперь? А кем работали? Ну, наверное... Ага, и вот вы звоните Алексею, да? Да, идет, идет. А как отключить? То есть голосовым, да? Да, да. Сособое управление, что ли? Потом... Вот Сергей, я скажу. Все проводили с офицами. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА